Игорь Дадон Будучи членом ПКРМ, Дадон использовал все наличествовавшие тогда для него возможности. Прорывом могло стать его избрание за счет избирателей ПКРМ генеральным примаром Кишинева, но не сложилось. На себя он, понятно, за это вину не возлагал, клеймил провокаторов и намекал на некий внутрипартийный саботаж. Отметим, что перед местными выборами компанию Игоря Дадона вел он сам и, как говорилось в закулисье, на собственные средства. Это значит, их ему кто-то дал. Этот кто-то ждал отдачи, не говоря о процентах, но не получил. Следовательно, нужно было двигаться дальше по плану Б. План Б проявился в перестроечном письме Дадона с чуть ли не ультиматумом о реформировании ПКРМ, партийной программы, целей, методов работы и даже названия. Если вспомнить, об этом хором кричали все правившие альянсовские партии. То есть подобное реформаторство Дадона было неоригинальным и наводило на мысли. Естественно, ничего другого, кроме перехода к плану С, рассекреченному политическому пупсику после этого не оставалось. Нюх карьериста, ему подсказал направление попутного ветра, беспринципность не дала сосредоточиться на мыслях о предательстве. Игорь Дадон покидает фракцию партии коммунистов, но не парламент. Тут же в СМИ всплывает информация о том, что такое самопожертвование Дадона было компенсировано ему несколькими миллионами евро. Однако ни о каком хэппи-энде на этом этапе речи идти не могло, поскольку проект Дадон задумывался как долгосрочный и уж точно не мог ограничиться техническим подкупом депутатов с целью их выхода из состава крупнейшей парламентской фракции. Совсем не случайно с Дадоном выходит из фракции ПКРМ сопредседатель партии социалистов Вероника Абрамчук. Очень скоро она выдает Дадону пессистский партбилет, а затем и уступает ему пост главы партии. Разумеется, в роли партийного босса Дадону нужно было проявить себя как-то заметно. И весной 2012 года депутаты от Пупсиковой партии голосуют за кандидатуру Николая Тимофти на должность главы государства. Так Дадон оказывает правящему альянсу услугу, оценить которую по достоинству избирателям представилась возможность практически сразу. В мае правящий альянс принимает, пожалуй, самый европейский закон из всех, что были рассмотрены к тому времени. Закон о недискриминации, по сути легализирующий пропаганду педерастии. Затем подписывает и ратифицирует соглашение об ассоциации с ЕС, получив в довесок эмбарго со стороны России. С определенного времени среди парламентских правящих партий сложился своего рода тренд. Они создают себе карманные политформирования с тем, чтобы затем использовать по необходимости. Об этом открыто говорят в случае с так называемыми либерал-реформаторами. Но почему бы в этой же роли не представить себе и ПСРМ, партию, которая даже на уровне обеспечения-необеспечения парламентского кворума делает чью-то игру при явных внутрикоалиционных торгах. Вот наиболее иллюстративные примеры. В завершение парламентской весенней сессии 2013 года поздним вечером голосами депутатов фракции ДПМ, ЛДПМ, либерал-реформаторов, а также групп Дадона и Мишина был принят законопроект, расширяющий список предприятий, подлежащих приватизации. ТЭЦ, электрораспределительные сети, АПКанал, Термоком, Город Вина, Апели Молдовий, Молдовафильм, а также целый ряд театров. О том, как происходит приватизация при нынешней власти, говорилось много. Никуда не деться, в этом есть и заслуга лично Дадона и партии социалистов. Другой пример – рассмотрение вопроса об отставке Майя Санду с поста министра образования в июле этого года, когда ни одного депутата от группы Дадона и группы Мишина в парламентском зале не оказалось. Подобное участие также говорит само за себя. При этом партию Дадона называют и сам он, и некоторые из подпевал главным конкурентом партии коммунистов на левом фланге. В чем конкурентом? В сохранении коалиции, а значит и стоящих за ним олигархов во власти, в поощрении дикой приватизации, в уничтожении образования. Поэтому, заявил на днях авторитетный политический аналитик, от Дадона и его пупсиковая партии можно ожидать олигархизации и узурпации власти похлеще, чем в партии демократов.